Старейший поселок республики начал свою историю 350 лет назад. Здесь не то чтобы все еще кипит жизнь, она развивается. Местные живут и в родовых деревянных домах и в новых многоквартирных. Троицко-Печорск известен самым длинным домом в республике. Его протяженность 650 метров. В здании 52 подъезда и больше 600 квартир. Такие длинные жилые строения в России по пальцам пересчитать. Есть в поселке и местный Бродвей. Бродвей это неофициальное название, просто прижилось в народе. Он соединяет историческую часть поселка и микрорайон Южный. Работающая молодежь, школьники, пенсионеры ежедневно перемещаются по благоустроенной освещенной дорожке. А еще Бродвей стал местом притяжения для арт-мастеров. Деревянные фигуры создали участники фестиваля Сена, который проходит в Троицко-Печорском районе. Теперь они украшают поселок. Чтят здесь и православные традиции. День рождения Троицко-Печорска для многих начался с праздника Святой Троицы. Верующие жители посетили божественную литургию, совершили крестный ход у храма Святой Троицы. Одноименная церковь раньше располагалась в другом месте. В годы сталинских репрессий храм был перевалочным пунктом для ссыльных. Сегодня это место укрывает фигура ангела-хранителя. Примечательно, что материал для ангела создала сама природа. Фигура выпилена из дерева лиственницы, разрушенного от удара молнии. Гуляния в честь юбилея развернулись на поляне в центре поселка. Для жителей организовали ярмарку, мастер-классы, игры, лотерею. Можно было перекусить шашлыками или продегустировать кулинарию местных мастериц. А творческие коллективы задавали праздничный настрой. Красота наша, природы. Люди прекрасные. Любимая работа, семья. Все здесь. Чистый, уютный, что нет суеты, как в городе. Природа, природа красивая. Речка Печоро у нас очень красивая, пляж красивый. Так что нам здесь хорошо. Процветание, всем здоровья, чтобы никто у нас не болел. Не уезжали. Не уезжали, наоборот, приезжали, чтобы сюда. Люди – это основа, на чем держится вся жизнь Троицко-Печорска, говорит руководитель администрации поселка Людмила Катаева. Она родилась здесь, но однажды покинула родные места. После жизни в крупных городах вернулась на малую родину. Самые наши значимые и емкие достижения – это все-таки люди, наши достоинства, которые совершают, которые строят, которые живут, которые тут родились, учатся, работают, которые получают образование, приезжают обратно в Троицко-Печорск. И мы вместе создаем наше будущее, то, которое мы хотим. На реализацию планов и желаний зачастую не хватает финансирования. Трудом, но все же удается развивать инфраструктуру поселка. Есть и перспективы в развитии промышленных предприятий. У нас предприятие ООО «Печоро-Северлес» вошло в перечень приоритетных инвестиционных проектов, которые будут реализовываться, и основная их база располагается в Троицко-Печорске. Поэтому проект рассчитан до 27-го года. Это новые инвестиции, это новые рабочие места. Более 140 новых рабочих мест. К юбилею Троицко-Печорск неравнодушные общественники и старейшины поселка создали проект, который получил поддержку Фонда президентских грантов. Одна из его частей – книга, в которой история и судьбы первых жителей Троицко-Печорска. Родилась книга, большая длиною 350 лет. Эта книга рассказывает о том, каким увидели Троицко-Печорск. Великие путешественники, российские, французские, предприниматели, писатели. Подарком для сельчан стал концерт Сыктывкарской кавер-группы и световое огненное шоу.